всем привет добро пожаловать в мой новый влог долго думала как его начать решила начать также как я начинаю день чашечки кофе и приятные беседы с вами я помыла сейчас голову и хочу вместе с вами протестировать маску которую я показывала в распаковке у меня так до нее руки не дошли решила что с вами и сейчас откроем напоминаю она для безнадежных волос у меня за последние недели было очень много съемок и поэтому было очень много укладок и мои волосы конечно не нуждаются каком-то спасение посмотрим может ли эта маска что-то решить вот у меня были вопросы к тому как она закрывается открывается мне почему-то кажется что она потом не закроется может быть она вообще одновременно так вот все разобралась она закрывается тут 50 миллилитров я думаю что так много я использую за раз не буду хотя бы на два раза и листину верно было расчесать голову чего нет того нет вроде я все волосы покрыли с ней надо сидеть 10-15 минут думаю чем больше тем лучше начала также пользоваться этим тонером который заказала он к сожалению я целую не забываешь он к сожалению жидкий не такой как у меня до этого был тонер мне больше нравилось наносить его руками ну ладно маска тоже ничего не то что был какой-то вау эффект чтобы снять это стянутое ощущение зимой она особенно актуально пока сижу с маской расскажу вам свой опыт с ретинолом который произошел за эти две недели как раз таки я показывал в той распаковке что я заказала эти но вот фирмы гельтек 0 5 процентов я как бы знала что наверное это многовато но я подумала что да ладно нормально пошелушусь немножко может но я не ожидала так у нас я его нанесла это вроде было четверг и в субботу я начинаю краситься наношу консилер и понимаете мне просто типы с пальцем открывается кожу я такая интересная и по всему лицо она про начинает шелушиться скатываться очень противно это выглядело очень неприятное ощущение вот этого как будто солнечный ожог но мне не понравилось я даже потом записалась косметологу чтобы посмотреть нормально ли вообще эта реакция потому что моя мама косметолог но она не вообще не любит ретинол я пошла к косметологу которая любит ретинол она сказала мне что я вообще сошла с ума могла сжечь себе кожу надо начинать с 0 25 и вообще у меня нет никаких показаний к использованию ретинола больше не рекомендуют него использовать и это когда да да я больше не буду но прошла неделя все шелушение прошло все эти ожоги прошли и моя кожа она стала прям очень приятная получился такой эффект сильного пилинга типа как желтый пилинг сильнее чем prx но мне очень нравится у меня только вот здесь получается один прыщ а так вся кожа она прям сияет и теперь я на распутье продолжать им пользоваться или нет типа ты такой один неделю ходишь шелушавшись а потом ходишь такой красивый а потом снова как шелушка какая-то вот не знаю может быть куплю 0 25 и начну его вводить потому что вообще эффект классный но опять же повторяю пожалуйста не делайте как я не покупайте его без назначения врача-косметолога дерматолога потому что могут быть реально страшные последствия могут быть пигментные пятна ожоги какие нибудь не дай бог шрамы этих ожогов на лице остаться поэтому вот этот я вам чисто рассказываю свой опыт в качестве эксперимента но я дальше продолжать конечно только по назначению косметолога его использовать но эффект класс мне так сохнут губы этой зимой это будет какой-то ужас у меня даже она треснула где-то посередине я нахожу помажусь бальзамами так прошло 12 минут я иду смывать маску специально не буду ничего использовать после и покажу вам какие будут волосы надеюсь что они немного станут получше ну вот я высушил волосы такие первые ощущения волосы стали поприятнее и они довольно неплохо смотрится даже выпрямленном состоянии неплохо наверно с одного раза сложный эффект понять но даже кончики нет кончики конечно надо подстричь я сейчас еще пройдусь как раз по кончикам масла до дали нас тоже раз уж мы сегодня дали мне смазку дай марка будет тоже дали нас всего одну каплю она просто довольно жирная ну нет мне нравится потом еще попробую несколько раз скажу точно но для первого раза эффект хороший я же вам кстати не показала мы украсили дом я не снимала как мы это делали потому что это было нервно самое нервное это было намотать гирлянду потому что она вся запуталась за год лежания в коробке она такая тонкая металлическая и длину 40 метров я честно говоря думаю что я ее выкину но нет я справилась это у нас роза вместо звезды добрый вечер я сегодня иду на вечеринку по случаю открытия снова бутика от окошника он был на ремонте там вроде как у них еще корнер зевинский и дресс-код был черный белый и гранатовый гранатового цвета у него грудер вообще нет красного тоже не нашлось я долго думала что на 9 выбор пал на черный но ведь у меня тоже есть красные на сумке возможно не зачтут юбка я вне кстати только летом обычно хожу достал ее из шкафа вроде подошла вроде как вечеринка я все равно как в театр выгляделась но по-другому покажу вам сейчас за мной придет подружка и мы поедем туда я вот стою и думаю а как я пойду ну с богом довольный человек получил бутерброд скрой доброе утро я более-менее пришла в себя после вчерашней тусовки возможно пятый бокал шампанского был лишний но ничего страшного я сейчас собираюсь приезжать на массаж потому что я в прошлом блоге рассказывал что я купила курс массажа исходил в итоге только на один потому что потом не были проблемы со здоровьем вот наконец сейчас я могу вернуться надеюсь вот скажу скажу сегодня на следующей неделе раза два может быть даже сами три году хочется много не бросить себя лишнее но я хотела вам показать не только что пришла посылка такая красивая от flame москва бренд ароматов для дома свечей и всякого такого я их просто обожаю от визуального исполнения до запахов мне нравится не все быстренько сейчас любить покажу что заказала первое это рум спрей запахом александра это мой самый любимый запах у меня до этого было два диффузора мне очень понравилось как аромат по дому разносится насколько хватает диффузор у меня стоял мне кажется полгода хотя кажется что он довольно маленький диффузор я тоже заказала в таком красивом тубусе давайте сразу его с вами открою вы кажется такой маленький но хватает его на полгода вот он стоит и пахнет следующее это крем для рук тоже с ароматом александра мне когда всем понравится я покупаю заказала еще свечку выбрала запах на сайте запах называется ванда тут эскалипт мята лаванда кориандр ножевельник ваниль кедр мускус и пачули пахнет она очень приятно такая свежая ненавязчивая очень классно не чувствую в ней сейчас на эвкалипты мяты больше наверное кориандр и ваниль но она мне очень нравится и флейн положили мне еще пару штук из их новогодней коллекции первое это тоже рум спрей корица апельсин черный чай гвоздик а ваниль кардамон то есть прям такой новогодний запах не хочу пшикать потому что мне кажется немного не мой аромат да он прям пахнет знаете глинтвейном и рождественской ярмаркой очень классно подарок если кому-то будет вообще замечательно и просто гвоздь этой посылки скажите просто невероятными это елка басочка для спичек такая крышка а снизу там стучка чтобы зажирать спички я когда ее открыла я так и проспещала и раз уж на то пошло покажу вам еще одну свою покупку это ботинки праздно символ я очень долго искала себе какие-нибудь бежевые коричневые замшевые ботинки ничего не нравилось или то что мне нравилось стоило 2000 евро и тут я схожу на сайт праздности увижу эти ботинки звоню бронирую бегу мере забирают по центре попадания у них лучше сразу прям бежать если вам что-то понравилось то что раскупаются все просто мгновенно особенно оловь там были уге укороченные них очень долго хотела но все как-то мне руки не доходили ну конечно же они закончились так они выглядят у них проведения вот эта часть это очень удобно хотя я все равно боюсь выходить сейчас на улицу но надо наверно начинать они потому что зимние там внутри них они очень теплые очень классные там еще были коричневые я прикреплю я выбирала между двумя но эти просто один в один как моя сумка помните эту сумку я вам показывал такой вообще может быть он как будто из одного материала я решила что этот мэйдж просто нельзя проигнорировать поэтому вот ждите лучков с моими новыми ботинками и не за может быть конечно же город уберут и в них станет легче ходить вы спросите маша почему ты такая нарядная ты что куда ты идешь нет просто я решила снять 10 образов к новому году рилсы и теперь каждый день я вынуждена придумывать эти образы из своего шкафа вот нашла платье в горошек чтобы мне кажется что этот образ не попадет в рилс ну вот вы хотя бы посмотрите кстати это очень классное платье это лимитированная коллекция коллаборация H&M и Lanvan 2006 года честно говоря не помню откуда она у меня вряд ли в 2006 году когда мне было 6 лет я его купила но я даже думаю что возможно в этом году я пойду в нем у него где-то еще а не пояс уже на нем или был еще какой-то был еще какой-то на нем пояс чтобы еще бан завязать в общем в этом году она прям смотрится актуально вот эти драпировочки ох так можно сделать я кстати эти колготки в белье купила на прошлой неделе и не знаю зачем мне колготки в крупный горошек который на моих ногах еще крупнее чем должен быть но пусть будут где-нибудь образ в комментариях вот так выглядит моя съемочная площадка это единственное место где есть более-менее свет там есть до трех часов после трех тут абсолютная темнота и вот так вот все разбрасываю потом собираю ну и такая красивая накрашенная конечно же я иду делать что смотреть сериал потому что на улице походить не хочется в общем сидела сидела я дома и пришла в итоге в Зару ну не в Зару Мак вот хотела посмотреть их новогоднюю коллекцию и может быть даже что-нибудь прикупить сейчас я что-нибудь померю вам покажу ну как обычно невероятное количество пайеток страз и всего остального вот джинсы неплохие но я если честно ищу одни единственные которые такие черные темно-серые спереди они полностью усыплены пайетками я их у кого-то в инстаграме видела но что-то я их найти здесь не могу слушайте ну Мак молодцы они прям столько обуви сделали в этой коллекции скажу я вам вот эта моделька неплохая я бы ее и в обычной жизни носила не только на новый год классные вон еще стоят лодочки ну тут в общем на любой вкус и цвет реально полно-полно моделей вон пожалуйста если нужны туфли Кэри Брэдшоу тоже еще куча джинс сейчас на распродаже вон 929 рублей копейки очень приятные ценнички посмотрите на это количество джинс это просто какой-то джинсовый рай но джинсы мне не нужны ну по крайней мере базовые которые здесь представлены капец как-то 600 рублей джинсы в общем ничего я не взяла себе примерить но решила вам рассказать что на четвертом этаже Зары на Невском где раньше была Зара Хоум теперь отдел перманентной распродажи в общем тут почти никого нет потому что все думают что тут ничего нет а здесь можно урвать все по скидкам сейчас просто везде скидки но обычно когда нет скидок здесь они есть поэтому знайте так ну что друзья наступил мой самый долгожданный день декабря а именно 22 число с этого дня ночь будет уменьшаться а день увеличивается это значит что можно будет как-то жить и существовать на этом я заканчиваю этот влог потому что я решила разделить декабрь на две части на вот этот конкретный влог который получился такой немного сумбурный потому что было очень много работы и на влогмаз в котором я буду развлекаться искать новогоднее настроение вдохновение покупать подарки ходить на всякие ярмарки он будет веселый классный красочный поэтому увидимся там спасибо что посмотрели